В прямом интернет-ТВ эфире программа Перм.Лайф.ТВ.Форум по пятницам мы будем устраивать прямые телеконференции с людьми разных профессий, разных возрастов, разных интересов и подводить с ними их личные итоги. Какие события в Перми, в России, в мире их волнуют. И сегодня у нас на прямой связи Илья Остретинский, гражданский активист организации АГРА, организация пермских гражданских активистов. Илья, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, у нас с вами три события, которые вы хотели бы выделить и прокомментировать, проанализировать, подоплеку этих событий, почему это вас волнует, возмущает, удивляет и так далее. Давайте первое событие ваше. События на самом деле еще только предстоят, но определенные события, связанные с их подготовкой, были уже и на этой неделе. Вот я хотел бы рассказать о трех акциях, потому что наша организация гражданских активистов занимается в основном акциями. Вот о них и о подготовке к ним хотел бы и рассказать. Ну, самое ближайшее вообще не наше предстоит, но я тоже хотел бы сказать, что мы помогаем в ее проведении организации. Это вот буквально уже завтра, 27 апреля, пройдет митинг «Россия без жестокости», который проводят зоозащитники на Попово, в районе пересечения Попово с Лениным, там вот этот участок Попово. Завтра в три часа они проводят там свой митинг со сбором подписей за принятие федерального закона о ответственности хозяев животных, чтобы как-то сократить число бездомных животных. Почему вы вообще посчитали, что это самое главное событие недели? Оно на самом деле не самое главное, но по хронологическому порядку просто. Следующее будет еще 1 мая, хочу рассказать, и 6 мая. Вот подготовка к трем таким акциям. Поэтому второе, это первомайская демонстрация, которую опять инициативу проведения перехватили профсоюзы, Крайсовпроф. И колонна гражданских активистов, она не в роли организаторов участвует. Проводили определенные переговоры с организаторами, какие-то определенные договоренности достигли. То есть изначально у них было требование, что все идут только с лозунгами из такой социально-трудовой направленности, тематика самих профсоюзов. Удалось договориться, что тема будет более широкая, но в итоге они прислали протокол собрания, в котором опять ближе к первоначальному их нему варианту. Ну, например, те же зоозащитники будут участвовать тоже в этой первомайской демонстрации. С их лозунгами никаких проблем не возникает. А вот с нашими, мы говорим о несовершенствах и о явных проблемах нынешней действующей системы. Давайте гораздо подробнее о лозунгах, потому что я слышал, что приходится вообще каждую букву защищать, и проходили эти переговоры сложно. То есть как-то странно входить на демонстрацию, но каждое слово нужно, как в советские времена, через цензуру проводить. Вот тут есть такая особенность, что в которой акции мы сами подаем заявки и являемся формальными организаторами темы. Заранее в нашей заявке в уведомлении обозначена цель митинга и регламент, который позволяет достаточно широкую тему, в том числе обсуждение всех уровней власти, федеральную, региональную, муниципальную, и представителей обсуждать, и какие-то вносить предложения о изменениях, реформах. А то заявку, которую подавали на 1 мая профсоюзы, они изначально подали ее с очень узкой темой. Для себя, для их каких-то целей она соответствует, а для целей других участников она уже в меньшей степени соответствует. Поэтому тут надо разделять акции, которые организует сама организация гражданских активистов, и акции, в которых участвуют на вторых ролях, скажем так. То есть, лозунги, с которыми вы выходите, там, то мероприятие, которое вы организуете, там нет цензуры, вы можете все что угодно писать. Да, именно так. А тут нам приходится согласовывать... Такие лозунги вы уже подготовили, вам же приходится их писать на разных дощечках, да? Мы еще их не подготовили, мы их завтра-послезавтра будем готовить. Ну, на дощечках, просто на латную, можно даже без дощечек. Формулировали, утвердили? Ну, так, образно, пока тоже без четких формулировок. То есть, мы, в принципе, понимаем, о чем хотим сказать, но рисовать... Просто не хотите заранее, да, сейчас выдавать? На следующей неделе уже точно сможем сказать, все какие-то лозунги у нас будут, мы к тому времени уже нарисуем. Я помню, что в прошлом году у вас были неприятности, да, с некоторыми лозунгами. Тащили, помнится, Макса Жилина, по-моему, да, в отделение. Да, было дело. В этом году вы не ожидаете таких инцидентов? Вот как раз на первомайской демонстрации, возможно, нам придется свернуть часть из наших лозунгов, потому что организаторы, в принципе, не мы, и за организаторами всегда в таких акциях остается право признать любой лозунг, не соответствующий заявленной их теме. Это, конечно, получается скандал и недоразумение, но технически и формально за ними такое право остается. Если отвечать от лозунгов и вернуться, как бы, к смыслу первомайской демонстрации, ведь не секрет, что каждый год провластные профсоюзы используют их в своих целях, так сказать, единение партии и народа, а вы там всего лишь отчепенцы, да, которые пытаются идти против воли народа. Есть такой момент, что в профсоюзах работники основных предприятий, в которых, конечно же, руководство, как и в любом другом крупном бизнесе, это представители Кремлевской партии, поэтому ничего удивительно, что и сами профсоюзы этих заводов тоже поддерживают эту линию. Их, конечно же, много, как и сотрудников на таких предприятиях. Но мы участвуем в этой колонии, потому что считаем, что это неправильно, когда организация профсоюзная получает такое монопольное право на участие в первомайской акции. На самом деле, акция будет не единственная в тот же день, но позже будет еще одна проходить демонстрация, но там даже еще более жесткий формат, там ее проводят имперцы и допускают участников только с имперскими флагами. Никакой другой символики, флагов, лозунгов они допускают, только в той стилистике, которой они торгуют. Ну, надо сказать, что впервые в истории проведения первомайских демонстраций в этом году Агра будет вести прямую интернет-трансляцию, потому что вы являетесь одним из учредителей Корнала Пермлайф ТВ, и у вас есть такое право. Вот на этом шествии, которое, скажите, где начнется, где закончится, во сколько? Ну, вот это основное, в 9.45 начинается сбор в аллее старого компроса, в точке ее выхода уже на Комсомольскую площадь. Вот, и сама шествие будет, демонстрация, проходить по компросу. Вот, то есть где-то в 9.45 там точка и время сбора, соответственно, и где-то, я думаю, что часов в 10 начнется движение. Вот. Ну, и да, будет трансляция. Подготовить, чтобы не просто мы показывали, как идут люди по середине компроса, да, какие-то серию мини-интервью с разными людьми, например, по 2 минутки, ну, чтобы там 20-30 человек что-то сказали, да, вы сможете это организовать? Да, я думаю, мы сможем, и если с нами рядом где-то в зоне достигаемости будут идти другие организации, там есть политические, готовят свое участие, зоозащитники также, то есть, может быть, и с ними удастся пообщаться, если они где-то вот рядом с нами соберутся, не уйдут далеко вперед или наоборот. Вы ожидаете какие-то новые лица, потому что каждый год ходят одни и те же, там сколько, от 100 до 300 человек? Ну, я думаю, что большинство все-таки будут те же люди, потому что эта активность, она организована не в этом году и не в прошлом, это всегда наработки за несколько лет, то есть, те же люди, которые, например, из зоозащитников, они давно уже организовались, так же и у нас, наша организация, то есть, не первый год. Но, я думаю, будут и новые люди. Итак, мы с вами обсудили это событие, которое состоится 1 мая, 9.45 утра, до начала прямой интернет-трансляции, где те, кто не хочет к вам примкнуть, может посмотреть. Ну и третье событие на ваш выбор на этой неделе какое? Так же прошла подготовка по 6 числу. У нас получено согласование неполное, то есть, мы предложили заранее, заявили две площадки, и вот вторую нам не согласовали, согласовали у Медведя, видимо, там и будет. Вы имеете в виду акцию в поддержку прошлогоднего 6 мая задержания? Да, вот это вот солидарность с Болотной площадью, участниками тех событий. И вот вторую нам площадку не согласовали, которую мы подавали на вот эта площадка вокруг власть перед Заксобранием. Якобы эта территория занята вот этими двумя зданиями самого Заксобрания и филармонии, а так как одной из них является филармонией, то весь этот участок принадлежит вот этому культурному заведению, и типа вроде как поэтому нельзя там провести митинг. Это заявление спорное, я думаю, мы будем выяснять еще подробности, насколько оно правомерно было, отказ в этом месте. Но на данный момент где это состоится? Мы проведем еще и демонстрацию тоже по Ленина, и конечная точка сбора будет у Медведя. Это 6 мая. 6 мая это уже ближе к обеду, не ранним утром? Да. Пока точное время вы не знаете. Мы еще тоже все эти детали уточним, во сколько официальный сбор уже для всех участников. Мы заранее сами собираемся там подготовка, установка, то есть такой подготовительный момент, и потом уже начинается официальная часть мероприятия, мы это все сообщим позже. Давайте шире взглянем на вот эту годовщину. Вчера прошла прямая линия с Путиным, и в интернете было много шуток по этому поводу, таких горьких. И одна из самых, может быть, ярких наблюдений было такое, что Россия разделилась на тех, кто смотрит прямую линию, и тех, кто смотрит на прямую трансляцию суда над Навальным. Я смотрел суда над Навальным. Путин мне ничего скажет, я его даже смотреть не стал. Ну, Алексей Венедиктов с эхом Москвы спросил его про сталинские нотки в управлении и так далее. В общем, и упомянул там и Навального, и всех несогласных и так далее. Путин, как обычно в своей манере, ответил, ничего не ответил. Вот, как вы смотрите на этот год, прошел он напрасно, мы проиграли, ну, те, кто ходит, кто причисляет себя к болотной символической... Мы точно не проиграли, и год не прошел зря. Вот это принятие, начало принятия закона Магнитского, а сейчас вот в Ирландии начинает приниматься, это первая сторона, которая, ну, принимает этот закон. То есть этот процесс еще в самом начале, но он уже начался. Это вот, наверное, такие законы Магнитского больше всего воспринимаются плавающей верхушкой. Вот все народные волнения их мало волнуют, потому что они не связывают с Россией, как видно из-за действий, а вот с западными странами, где у них учатся дети, купленная недвижимость, вот там для них существенно... Ну, пока пострадали только маленькие, средние чиновники, да, высший состав, там, не друзей Путина, никто еще не прищемил, не его самого. Да. И еще пострадали дети-сирот из России. Да, действительно, прикрываются детьми, как последние, не знаю даже с кем сравнить. Некоторые СМИ сравнивают с террористами, они тоже так делают. Возможно, это действительно удачное сравнение, потому что прикрываться детьми, тем более сиротами, тем более сиротами-инвалидами, даже теми, которых уже нашли родители, и процесс был буквально вот уже утрясти формальности, отказать таким детям, это вообще, по-моему, последнее дело. Тем не менее, наша власть идет и на это. Ну, а как вернемся вновь в Пермь, на уровень Перми. Вот я наблюдал за вами, за вашими соратниками. Вот я не замечаю увеличения количества сторонников, все те же старые лица. Многие вас считают ненормальными, городскими, сумасшедшими, Демши, Зои и так далее. Многие вам сочувствуют, но, например, среди предпринимателей говорят, что вы просто ходите, ничего не делаете. А люди занимаются реальным бизнесом, устраивают благотворительные акции, и от них пользы больше. Хотя, может быть, они тоже так же недовольны ситуацией в стране. Каждый занимается это, чем считает нужным. Это хорошо, что кто-то в нашей стране еще может заниматься бизнесом. После того, как повысили в два раза еще страховые отчисления в январе. Кстати, по этому поводу тоже, скорее всего, пройдет акция 26-го числа, День защиты предпринимателя. В данном случае от роста таких налогов и отчислений. Но если предприниматели сами не участвуют в активности, они, благодаря нашему участию, могут узнать вообще, что в стране происходит с точки зрения людей, для кого не так важна, может быть, прибыль, а больше такие понятия, как справедливость, все есть там, воля, свобода. То есть у нас своя точка зрения на жизнь. Мы не стремимся на чем-то заработать, мы стремимся восстановить справедливость. Вы все занимаетесь этим, свободны от работы время. Каждый из вас работает на каких-то таких совершенно, ну, таких традиционных, обычных работах. То есть вы в этом смысле не политики, вы просто обыкновенные граждане. Да, действительно, каких-то связанных с политикой профессий у нас нет. Обычные люди участвуют в обычном, в общем-то, деле, отстаивании своих прав. Ну, заканчивая нашу передачу сегодня, которая называется «Итоги недели» в программе «Прямлайф ТВ Форум», то есть личные итоги у нас. В прошлом проекте был формат «Личные новости», а теперь вот «Личные итоги недели». Что лично в вашей жизни случилось, которое вы хотели бы просто вспомнить, приятное или неприятное? Ну, приятное то, что я узнал от моих коллег-активистов, что нам согласовали, в общем-то, в какой-то степени 1 мая и 6 мая. То есть 1 мая не в полной мере, как нам хотелось бы, но мы все-таки сможем принять участие. То есть ваша жизнь состоит полностью из этой деятельности гражданской? Нет, не полностью. Частная жизнь вообще не играет никакой роли? Не полностью, но в частной жизни на этой неделе не произошло ничего заметного. Ну что ж, увидимся на прямой интернет-ТВ-трансляции 1 мая. Это был Илья Сретенский, гражданский активист организации «Агра». Организация гражданских активистов города Перми. До свидания. Спасибо, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...